Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысин. Инфопресс Ситуация на дорогах области совершенно вышла из-под контроля. К сожалению, должны были прозвенеть сразу несколько серьезных звоночков, чтобы соответствующие структуры начали принимать какие-либо меры. Как водится, после трагедии обычно в России пытаются и законодательство обновить, и причины сразу оказываются на поверхности. Как пишет газета «Репортер», поиском последних долго заниматься не пришлось и губернатору. По его словам, рост количества ДТП неразрывно связан с реформой МВД и сокращением количества инспекторов. Сейчас, правда, эту ситуацию пытаются исправить за счет привлечения дружинников. И больше все это походит скорее на спасение утопающих, которым не то что даже круги не бросают, так еще и по голове веслом получить можно. Инфопресс Не оставляет надежды компания «Инфофлот» прокатить туристов по вятке. В прошлом году, напомню, несмотря на ажиотаж, рейс круизного теплохода с, думается, не самым удачным названием для судна «Василий Чапаев», так и не состоялся. Однако, как пишет газета «Бизнес новости», «Инфофлот» готовит второй блин. Расписание круизов на 2013 год уже опубликовано. Планируется, что Чапаев 1 мая выйдет из Нижнего Новгорода, довезет туристов до деревни Потрепухина советского района и вернется обратно 12 мая. И необходимо отметить, что стоимость путевок составит от 30 до 80 тысяч рублей. Судя по всему, к российской деревне уже действительно теперь относятся как к настоящей экзотике. Инфопресс Вопрос о том, чтобы область финансировала местное ГИБДД при необходимом количестве сотрудников, подпал сам собой, когда стало понятно, что денег на это в бюджете просто нет. Похожая ситуация сложилась накануне. Как пишет газета «Ивецкий наблюдатель», в понедельник городских депутатов в экстренном порядке оповестили о проведении с утра пораньше следующего дня внеочередного заседания Думы с единственным вопросом в повестке. О передаче области камер видеофиксации, которые недавно наконец заработали на городских улицах. Только вот департамент госсобственности региона такой подарок принимать отказался по причине отсутствия средств на обслуживание. Между тем, их хозяин все же не определен. И думается, вряд ли это кого-то будет серьезно интересовать, пока камеры работают. Инфопресс Здравоохранение – одна из самых серьезных болевых точек любого ныне государства. И просто деньгами эту проблему вряд ли решишь. В своем твиттере зампред кировского правительства Дмитрий Матфеев привел обнадеживающие слова премьера о том, что уже через пару лет финансирование здравоохранения достигнет трех триллионов рублей. Правда, как заметил Дмитрий Анатольевич, главное их рационально использовать. А как известно, именно тут начинаются самые серьезные проблемы. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс